В день верности, любви, семьи вам поздравления мои. А впрочем, праздник сей, наверное, сомнителен и так суров, что на душе бывает скверно и не хватает просто слов, чтобы описать проблему эту. Пример. Семья на юге, лето, а ты один, собаки нет. А значит нет такой заботы, чтобы домой лететь с работы, а ты бы нет в расцвете лет. И даже если был обед, то все равно, конечно, нужен хотя бы очень легкий ужин. Ты в гости, там она, привет. И вот из двух частей одна с двумя уже разлучена. Товарищ, помни, если вдруг семья уехала на юг, то ужин через не могу, но все-таки отдай. Когда осень начинается, вот на сайтах поэтических начинается глумление над такими вещами, что там вот Пушкин, да, золотая осень там, и Голдинская, и прочее, и прочее. И вот все, значит, вот осень, там вот типа всем хорошо, то вот всем плохо осенью, вот, а вот мне с Пушкиным хорошо, вот там и так далее. Ну вот на эту тему тоже. Поэтам осень, как котам весна, как барышни на пляже знойным летом. Багрянец, золото, туманы, тишина. Да, осталось только стать еще поэтом. Татьяна. Влюбился, как дурак в Татьяну, и так бы прожив с ней век, но вдруг расстался. Как ни странно, уже как умный человек. Чуть за тридцать. Если вы в душе блондинка, и к тому же симпатична, и при этом вам за тридцать так, чуть-чуть, едва-едва, вы лихи, как паутинка, сексуальные, романтичные, а заклад готов я биться. Вам примерно сорок два. АПЛОДИСМЕНТЫ Сференовается аномалия. Средь аномалий всевозможных есть эксклюзивная одна. И мне, поверитель безбожно, покоя не дает она. Ведь это ж правда аномально, когда здоровую кобылу всего лишь капли моментально, как пули наповал, убила. А нам еще твердили в школе про этот ужас никотинный. И я грустил, чего же боле, что век недолг лошадин. Не все, однако, в жизни гладко. И наплевав на правду эту, моя знакомая лошадка взяла однажды сигарету. И опровергнул все приметы, поймавши кайф от никотина. Как выпьет куриць, сволочь эта, и все жива еще, скотина. Виновина такая коротенькая. Увел я у приятеля жену. Ему, конечно, не было приятно, но он не это ставил мне в вино, а то, что я вернул ее обратно. Из речи не хотелось политики, но вот этот самый наш министр внутренних дел, как его, Рашид Нургалеев, недавно сказал фразу, которую я просто зарифмовал. Вот вдумайтесь, из речи министра. Я скажу вам наверняка, хотя многим это известно, невозможно в России пока нам служить безнаказанно честно. Ну, похоже, что у нас все, половина Питера теперь живет в Москве. Вот, помните, шутили, там, вы откуда, из Питера, ну, штурс сугроз. Вот, о бывших питерцах. Не сидится питерцам на месте, каждый приземелье короле, свил в Москве гнездо квадратов в двести. Кто-то даже свил себе в Кремле. Ну, дню чекистов я не буду читать, это выпрощенные книжки, потому что в таком месте тут кругом чекисты. Ну, вот, когда Дмитрий Анатольевич сказал на съезде Единой России о том, что он не будет баллотироваться в президенты, а будет баллотироваться на совсем другой, я вспомнил такой термин, который называется условно-досрочное освобождение, который коротко звучит УДО. Ну, что сказать тебе, Димон, в фаворе вновь цветок, и на арене снова он, ты получил УДО. Ну, памяти Кудрина я, по-моему, читал, да? Нет. Тогда прочитывай. Памяти Кудрина. Или лучше так, памяти министра финансов. Какой страны неизвестно. Однажды на излете срока вдруг президент одной страны сказал, что, дескать, не нужны, и с ними, мол, одна морока, министры всякие ему. Пусть ключевые, пусть финансов. И пусть попасть на колму, признаться, стало меньше шансов, но вот в отставку с полпинка. Я главный все-таки пока, и растопчу я всей секунд тех, кто отварится на бунт. И кто свое имеет мнение в несовпадении с моим, пусть сразу пишет заявление. Его мы удовлетворим. В стране твой профессионалом быть однозначно слишком мало. В команде надо быть своим, пусть даже и совсем тупым. Унизить так, как вам забава. А на лице того, кто справа, одно сплошное торжество. И прет наружу естество. Картинку эту на весь мир транслировали все каналы, и это как-то доставало. Хотела, скажем так, в сортир министра выбрать публично. Себя почувствовав царьком, все это как-то неприлично. И симпатично, и с душком. Каков спектакль. А как актер, сюжет, накал, как драматично. Меня же интересует лично. А кто же главный режиссер? Объявление московского метро, знаете, да? Увидите подозрительных лиц? Срочно сообщите в полицию. Что-то нынче мне не спится, что-то чувствует нутро. Подозрительные лица ходят, бродят по метро. Я в вагон зашел, о боже, странно, но средь бела дня. Подозрительные рожи собрались вокруг меня. В теле глянул там Пригожин, лыз как зэк. И понял я, подозрительная рожа, он и вся его семья. Я рванул на отдых в Ниццу. Двадцать суток и два дня. Подозрительные лица окружали все меня. И в правительственном часе та же самая фигня. Все министры вызывают подозрения у меня. Я про Кремль писать не стал. Знаю цену я словам. С башни звездочку достану, подарю на память вам. Парочку, наверное, пародий новых. Вот пародия такая. Вот она мне очень нравится. Я ее читал, конечно, но может не все слышали. Наташа Киселёна написала такой стишок. Я до тебя была красавицей, здоровой. И самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся. Но я ждала тебя намеренно. Теперь хожу по поликлиникам. И лоб морщинками отметился. Смотрю на мир со злобой циника. А ты мне, гад, так и не встретился. Такая пародия для ответа. Когда была ты раскрасавицей, Не подходил к тебе намеренно. Боялся я с тобой не справиться. Хоть понимал, что это временно. А нынче ты по поликлиникам. На лбу морщины, складки свесились. Искались я улыбкой циника. Как хорошо, что мне не встретились. Еще одну прочитаю. Наверное, хватит. Значит, есть такой поэт очень хороший, Юрий Викторов. Вот он у нас на сайте, на юборитете, на хармодроме был. У него такие стихи милые есть. Они шуточные. Такие вот наблюдения. Он как бы зарисовки делает. И вот, когда на море... Наблюдение отдыхаю еще называется. Когда на море я бываю, Всегда душой полнится грудь. Ведь это ж красота какая, А не болото где-нибудь. Вокруг жасмины и левкои, И ароматом дышит брек, покой, И всякое такое, Чтоб наслаждался человек. Лежишь на пляже неодетым, Кругом волна, Туда, сюда, И сразу чувствуешь, что лето, А не зима и холода. Вдали кораблик белой птичкой, В тумане море голубом, И загорается, как спичка, Мечта о чем-нибудь таком. Хорошо, правда? И вот ответ отдыхающего. Отдыхающего. Ты это все, живописуя, Напомнил мне, Какой облом, Как я, размашисто рисуя Кораблик в море голубом, Сидел на бреге речки мочи. Есть такая фарма-скория. Что чаще все, все же зовут мочой. И это был не город Сочи, Это было под Москвой. Вдруг дождь опять заморосило, Я зон забыл, Эх, простота. Дождем с холста Кораблик смыло В известные тебе места. Ты в тех местах Лежал раздетый, Мечтал о чем-нибудь таком, О чем оставшемся, Поэтом и не мечталось под дождем. Но вновь взыскай Цветлей лазури, И вновь кораблик на холсте, И чувства с рифмами в натуре Разнообразные не те, И нотка к нотке, Плюс гитарка, Строка с мелодией слилась, И корка, водочка, Тамарка, И жизнь, похоже, удалась. Спасибо.